Продолжение следует... Что нового? Во-первых, классификация сейчас доступна как в традиционном бумажном виде, недавно появилась так, и через онлайн-доступ. Сама классификация в разделе опухолей костей, еще в введении, акцентирует свое внимание на важности принципов работы мультидисциплинарной диагностической команды, которая должна заниматься диагностикой патологии костей, в которой обязательно помимо лучевых диагностов и патмофологов должны входить хирурги-автопеды и онкологи. И четко определены принципы, по которым должен происходить диагностический поиск, а именно что гистологический диагноз опухолей костей не может быть поставлен без корреляции с данными лучевой диагностики. Биопсия должна выполняться в референсном центре, который занимается данной патологией и который накопил большой опыт в лечении и диагностике таких достаточно редких опухолей. И также планирование хирургического доступа к месту биопсии обязательно должно увлекать хирурга, который затем в дальнейшем будет выполнять радикальную операцию. Также патолог должен быть обязательно поинформирован о возрасте пациента, локализации опухолей и иметь возможность соотнести эту информацию с данными лучевой диагностики. В связи с этим сама классификация расширилась значительно, как в плане более подробного изложения патогенеза опухолей в связи с новыми данными, полученными с помощью геномного секвенирования. Так и расширена за счет спорочных данных в таких разделах, как лучевая диагностика и новая классификация проведена в соответствии с 8-й редакцией ТНМ, где в отдельной категории выделено стадирование опухолей позвоночника. Стадируются они в зависимости от вовлечения анатомических зон позвонка и распространения на соседние позвонки. И также в отдельную категорию выделены опухоли таза, которые стадируются как по размеру, что нам уже привычно и котов в данной ситуации будет являться, размер 8 см, так и также по вовлечению различных анатомических зон таза, таких как крыло-подвздошные кости, период стабулярная зона и крестец. В новой классификации опухолей костей нет принципиально новых нозологических единиц, в отличие от классификации опухолей мягких тканей, но появилось множество новых данных генетических, таких как специфические генетические перестройки, ведущие к развитию гигантоклеточных опухолей, которые помогают нам с помощью иммуногистохимии за довольно высокой чувствительностью диагностировать данные опухоли. Например, перестройка H3F3A гистерония 3.3 в гигантоклеточных опухолях костей и привела к появлению специфического антитела G34W, которые помогают в 96% случаев диагностировать данную патологию и дифференцировать ее с такими опухолями, как, например, трансинвиальная гигантоклеточная опухоль. Также огромный объем данных появился насчет остеоид-продуцирующих опухолей, таких как остеома, где выявлена специфическая герминативная ИПСИ-мутация, остеоид остеома и остеобластома, где выявлены специфические мутации группы генов ФОС, которые, возможно, также диагностируют иммуногистохимически и с помощью флуоресцентной гибридизации ин-ситу. Вот на данном слайде представлена слева остеоид остеома, справа остеобластома, и мы видим диффузное ядерное окрашивание антителом ФОС. Также огромный объем данных помог нам объяснить комплексный кариотип хай-грейд центральных остросовков, которые занимают по частоте первое место, и с ними мы чаще всего встречаемся. Эти опухоли очень гетерогенны, с плохим прогнозом, и явления образования комплексного кариотипа, которые их отличают от лоу-грейд остросовком, характеризующихся более специфичными перестройками в FB1 и TP53, объясняются явлениями хромотрипсиса и катерагиса. Хромотрипсис – это особый тип комплексно-геномных изменений, которые можно сравнить с одномоментным взрывом, при котором задействуется целая хромосома, разрывается на десятки, даже тысячи частей, и эти фрагменты затем соединяются в случайном порядке. В перестройке также могут участвовать несколько хромосом, и за счет этого формируется мутантная зона генома, которая приводит как раз к образованию комплексного кариотипа остросовкома, индивидуального фактически для каждой хай-грейд центрального остросовкома. Здесь мы на данном слайде видим список, вот эту огромную массу всех основных генетических альтераций, которые могут наблюдаться в центральной хай-грейд остросовкоме. И мой доклад я бы хотел закончить на том, что данная новая классификация помогает нам суммировать и говорить на одном языке с клиницистами, во-первых, и очень бы хотелось, чтобы данная новая классификация стала настольной книгой для всей нашей мультидисциплинарной команды, которая занимается диагностикой и лечением данных опухолей. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...